Добрый день, дорогие друзья! Угадайте, где я нахожусь. Это почтовое отделение 195-196. Там вот заходят люди, оно работает вполне. Ну, нужно быть в масках. Хотя мне отдали с маской. Уже вечер. Вот. Поэтому, слушайте, я настолько счастлив, настолько рад этой посылке, потому что никто так за нее не переживал, как я и отправитель. Она застряла в одном месте, потом в другом. Хотя было отправлено сразу несколько, и я получил самый последний, причем очень с хорошим таким промежутком временным. В общем, она сейчас у меня в руках. Радость меня переполняет. Там все такое живенькое. Я прям чувствую живенько, понимаете? Ну, что такое нутро, да? Оно чувствует, что внутри все живо и хорошо. В общем, сейчас иду домой, и это все дело распаковывать. Рад безумно, просто. Надеюсь, моя радость вам передастся, потому что... А-а-а! Суперклассно! Что такое получить перед Новым годом посылку с живым чем-то внутри? Это просто дорогого стоит. Ну, в общем, друзья, всех вам благ. Иду домой, бегу, просто бегу. Все, хватит съемок. Я дома, ура! Ты-ды-ды-дь! Чувствую, там что-то живое обязательно будет. Ну, в общем, сейчас открою вместе с вами. Не буду ничего ускорять. Это прям, знаете, подарок перед Новым годом реально. Ну, больше говорить за это спасибо и таможне я не буду, потому что нервов прошло долго. Потому что целый месяц шла посылка, очень долго. Слушайте, а тут несколько тобусов. Прикиньте. Тут не один, а несколько тобусов. То есть я ждал одно растение, но мне Екатерина положила несколько. Я очень приятно удивлен, конечно, это суперклассно, это здорово. Растений много не бывает. Нет, сзади меня мало. Земля сыплется. Ну, земля, это, знаете, для нас это... Нет, нужно все-таки немножечко получше упаковывать для Почты России. Ау, грязь у меня на полу, жесть просто. Так, ладно, это что у нас? Это Хоя, да? Ну, она такая немножечко в грязи, но зато вот живая. Она живая. Это главное. Мне, в принципе, не важно то, что там упала на пол. Земля, она живая реально. Ну, в принципе, Хоя вообще живучая. Их можно было бы и без грунта отправить. Так, смотрим дальше. Что-то еще такое же маленькое. Все, смотрите, запаковано в такой утеплитель. Я, в принципе, просил только в... Я, кстати, записываю или нет? Да, записываю. У меня так раз было. Прикиньте, сижу, короче, самое, записываю видео, а у меня не включена камера. Я распаковал посылку, но еще пришлось выкручиваться. Говорю, я, чтобы ваше время не занимать, распаковал ее за кадрами. Тут тоже, в общем, высыпалась земля. Как я это все не люблю, когда земля свечется. В общем, земля была не зафиксирована, поэтому такое произошло. Или была зафиксирована, но... Хоя диптера. Ну, как бы выглядит неважно, да, но нужно посмотреть, что это такое, как оно цветет, потому что... Иногда мы влюбляемся в фотоцветение, как по предыдущему ролику, да, вот эти эпифилумы, которые я вам снял и показал. Я вам снял этот ролик не просто так, потому что я выбирал и покупал эти черенки. Очень дорого, по дорогим ценам, неукорененные совершенно. Именно по фотоцветению я в них влюбился. А тут ходечка даже дала воздушные корни. Вы представляете, пока ехала в пути, ну, то есть, очень интересно. Смотрите, вот такой стаканчик. Ну, в общем, возьмем ее помой, и будет все здорово. Так, ну и... Блин. Это я оставлю на последней распаковку. А тут еще есть. А это что такое? Я не знаю, что это такое, но это явно не для веса, да, я надеюсь, мне подкинули. Не знаю, что. Какой-то розовый порошочек. Интересный. Ну, надо поместить его, да, наверное? Ну, зачем не пахнет. Ну, как бы, made in China. Ну, все в Китае произведено. Все буквально. Весь мир в Китае. Так, вот еще один кулечек. Надеюсь, что там он у меня ничего не сперло. Мало мне лесных кактусов было, да? И видео про них. Екатерина, спасибо вам большое за новое пополнение коллекции. Это тоже, я так понимаю, лесные кактусы, да? Прекрасно дошли. Смотрите, череночки живенькие, здоровые. Прямо вот брать и сажать. Они идеально сейчас примутся, укоренятся. Они просто живенькие, здоровенькие, хорошо. Они приехали просто вот завернуты в газету. Просто завернуты в газету. И все. То есть, вот так вот они посылку очень хорошо переносят. Весные кактусы. Смотрите, какие-то новые. Она мне присылала видеоролик, где у нее там, ну, шикарные такими гроздьями свисают эти растения. Ну, я в шоке. Я просто в шоке. Так, дальше идем. Дальше у нас осталась одна, одна, один самый главный токус посуды. В принципе, из-за которого и бывшая эта посылка, посылка эта была о теме филадендронов. Она ездит очень часто в один магазин и увидела там растение для меня. Вы представляете? И какая-то пишет и говорит, хотите, я вам его куплю? Я говорю, в смысле, хочу. Конечно. Уже надо было купить. Так, я очень надеюсь, что он живой. Никто не слышал, да? Простите. Ну, я очень редко матом ругаюсь, но ладно, YouTube это не запрещает. Поэтому это был первый и последний раз. Девочки и мальчики. Вашему вниманию предоставляется филадендрон принцесса. Это моя хотелка. Давняя хотелка. Давняя мечта. Ну, как давняя? Наверное, с начала этого года. Не совсем давняя. Но, тем не менее. Сказать, что я в шоке. И то, что растение не потеряло ни одного листа. Екатерина упаковала его именно так, как я сказал. Чтобы она вынула его из грунта. Она его вынула из грунта. Абсолютно. Вот они, корни пустые. Потому что там был горшок. Ровно на... Плюс ту же стоимость пересылки, которая была. В общем, ну, вот корневая открытая. В общем, корней. И посмотрите, как хорошо перешил. Смотрите. Я его сейчас искупаю в тепленьком душе. Какие красивые листья. Я просто в шоке вообще. Вот это был подписан филадендрон принцесс. Просто красавец. И тут три точки роста сверху. То есть, он когда растет, он как-то сам... Вот, ветвица, кустица. Я не знаю, как это называется правильно. Это бесподобно. Вы посмотрите, как хорошо пережил. Пути был сколько? 24... 24, где мой телефон? Ну, ладно, не знаю. Ну, 23-24 дня. Ну, в общем, месяц шел в пути. И все ок. Вот. Вот что значит правильно упаковать, отправить, запаковать. Рискованно было. Да, абсолютно. С вами соглашусь. Но, знаете, что я вам с другой стороны хочу сказать? Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Знаете, если бы я вот не рисковал, сзади меня бы не было вот этих стеллажей. Вот так. Хочу сказать, да. Покупайте стеллажи. Вопреки ваших родных. Не смотрите на их мнение. Ладно. Ну, в общем, красота. Слушайте, рада безумия. Конечно, он не слишком такой яркой в арегатности. Но ничего страшного. Я его сейчас посажу в такой маленький хороший горшочек. Хороший рых. Но не сейчас, завтра. Я его упавлю. Я его сейчас замочу в каком-нибудь питательном растворе. Не знаю там. Вот, блин, красота. Не могу просто нарадоваться, что он жив, целый, приехал. Все-таки, но в конце концов, он по Питеру уже неделю гулял. Просто зла не хватает. Ой. Ну, стоит же того. Смотрите, какой он просто супер, the best, очень красивый. Ну, блин, я не знаю слов, как вам еще это все описать. Вот это счастье, этот восторг. Ну, казалось бы, да, веник какой-то в руках держит, да, и радуется взрослый мужик, да. Ну, как бы, знаете, у каждого своя радость. То, чему радуется, знаете. Некоторую монетку найдет из счастья, переполняют штаны. В общем, друзья мои, до Нового года я вас еще поздравлю. Поэтому в этом ролике я вас поздравлять не буду. Не ждите. Блин, ну, а я рад, счастлив. Что для счастья еще мне нужно? Да ничего, сейчас пойду и буду им заниматься. Это будет просто сверх для меня успокоение. Ну, все, на этом я с вами прощаюсь и говорю пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok